ночью взяли-то пиваса 18 но нравится себя ароматизировано именно пиво нет венца не игристое но ты либо игристое вино либо никакое до падет юрий юдич продакшн да ютуб очки ютублю там моя фамилия юдич юрий юдич юдич просто напишу до юбик продакшн да вот всем привет мы начинаем серию таких репортажей когда юдич работает к вистам супермаркете перекресток который находится в метрополисе я начинаю рассказывать про вино люди подходят я с ними общаюсь в общем такой life я думаю что буду снимать несколько недель так что в принципе можете вы тоже приходить будет интересно я честно говоря сам здесь впервые поэтому буду как обычный человек просто рассматривать витрину пытаться вам про не расскажу так далее все в принципе просто на самом деле подходишь к витрине вот такой маленький маленький язычок так туда описано италия дальше мы начинаем уже блуждать в рамках вот именно этого этой страны понимая по бутылкам как они сгруппированы мы видим здесь что у нас здесь стоит кианти и в общем по кианти здесь наверное чуть ли не самых больших выборов которые я видел не в своей жизни но точно в нашей нашей рознице потому что практически раз два три три полки они посвящены кианти в общем то прекрасному региону давайте вспомним что такое кианти это кианти разделено на две зоны кианти обычная кианти классика кианти классика помечается вот таким вот замечательным петушком условно долго не буду объяснять но условно кианти классика лучше свое время виноделы старые которые самую основную зону пианти они решили себя отделить от все расширяющегося расширяющегося региона и в общем подчеркнули свою принадлежность вот именно к тому первому историческому первородному пианти региону пианти я хоть начинаю понимаешь где тут стоит девушка вам помочь чем-то что вы ищете скажите те белая красная белая примерно стоимость значение имеет ну нормально принципе давайте посмотрим с вами сейчас я вам скажу ну то есть вы в принципе ну скажем вы не экономите вам просто хочется вкусного да давайте пойдем с вами посмотрим рисунги немецкие знаете сорт винограда пиногриджио да наверное итальянский вот есть его аналог немецкий и вот видите идет по акции вино да то есть у него какая-то главная старая 509 новая 519 снизилась вот смотрите это как правило всегда в германии у них вина полусухие да ну то есть сахаром но они при этом хороший сохранят кислотность хорошую свежесть такую вот это будет вкусно грау бургундер это название название пиногри просто по-немецки грау бургундер вот и то есть серый бургундский у них есть там вот там пинонуар например это шпет бургундер и так далее вот вы можете выбирать вина которые делаются в германии но у них есть уже там более каких-то там брендовые тогда вот они видите до 5000 доходят за то есть вот но видно которые не так дороги они не уступают ну они конечно будут там не такие крутые как за 5000 но вас вам на каждый день тоже за 5000 покупать ну кому нужно давайте посмотрим так у нас белый сухой ординарное белое сухое это риоха вот полусухой вот например это знаменитый производитель торрес это из каталонии вину если когда-то вам доводилось бывать в испании на южном берегу на средиземном море то там вот как раз в этом в этом регионе находится винодельня вот ну короче говоря в такой выбор достаточно большой среди таких знаете достаточно качественных вин которых вы можете посмотреть ну я будут попробуйте вот этот шпет или вот смотрите что то есть квинта эсперанса это антажен это у нас португалия вот кстати тоже вариант кстати вариант еще веневерда она тоже полусухое хотите веневерда пробовали когда-нибудь пойдемте вене валера пошли веневерда снимать бронка вайт не веду категория полусухое белое это регион португалии в котором традиционно вина получаются такие яркие свежие и они все полусухие у них немножко остаточного сахара ну это будет вкусно просто поверьте попробовать потому что у меня есть вина которые я уже пробовала я их так сказать свою копилочку добавлять заносите да да то что можно пить расстраиваться не хочется я могу так подолгу стоять выбирать у полки смотреть что поэтому я вообще предпочитаю все посмотреть все вот так почитать всех посмотреть и всех попробовать какой это путь воина ну вот на самом деле я вот смотрите я еще раз говорю я вот мы просто снимали обзор но я не выдерживая к людям начинаю приставать сразу я с ним интересно поговорить смотрите я точно так же вместе с вами эту полку смотрю но я просто вам хочу дать потребительские обычные лайфхаки да вы смотрите на регион если это ну там италия франция хороший регион какие-то сорта интересные если она полусухое да то есть а скорее всего это немножко видите здесь 412 грамм на литр сахара там немного его но она не будет точно таким прям высококислотным будет хороший баланс вы просто охладить его обязательно и там не знаю каким-то кусочком сыра там с фруктами или с чем-то с нектаром чем вы пытаетесь пыльцой цветов ну вот можете его попробовать вот вот но в принципе вы можете еще россию посмотреть как к россии с предубеждением как поймите вернемся к испании вот смотрите вот 40 кстати макабел интересные вот я вам тоже рекомендую попробовать так вот это кстати мур ведра в чем-то называется но это мур ведра это видимо холдинг мур ведр вот кстати найти интересный сорт и она кстати вам пус нет белое сухое но это очень интересный сорт этом мальвазия мальвазия очень яркий виноград родина его считают остров крит вот и вообще как бы ну сорт легендарный очень яркий очень ароматный такой знаете прямо выдающийся он может быть где-то чем-то близок к мускату но он более такой какой-то вот собранный интерес вот кстати неплохая цена на белую на белую риоху с риоха это знаменитый регион в испании который выпускает красные вина но и вот это кстати я вам просто рекомендую попробовать чтобы просто ну вот это у вас было вашей коллекции вы же коллекционируете вкусы вы коллекционер вкусов и на самом деле большая молодец потому что потребитель вина это есть человек который собирает все время пробует что-то новое выбирает записывает я тут не записываю все в памяти держу смотрите неплохая цена видите и скидка серьезная она 1249 стоила паустина это одно из один из самых серьезных и больших домов при оке то есть это испанский дом красные вина которого стоит очень дорого на но мы с вами смотрите нашли для покупки вот такой интересный базиликату нашли я вам рекомендовал в принципе попробовать ваустину хотя она конечно сухая вот ну просто чтобы понять белую риоху как она как вообще как с ней быть дальше да есть виния верда да да хорошая да да вы сказали да но вы можете попробовать вот винию верды но я считаю что цена на него высоковато но именно для этого для этого класса то есть это такая история но винию верды на мой взгляд должно дешевле стоить чем-нибудь можешь подсказать вам помочь ребят красно ну пойдемте про россию поговорим россия как раз ну достаточно хорошо известно мне так мы здесь вся красная россия до белая наверно там да ну давайте вам про красную расскажу вы чтобы что-нибудь пробовали уже отсюда что-то пино пробовали понравилось ну смотрите вот это пробовали это винодельно шамринка одно из их вин недавно получила от паркер там 22 балла но большой балочи я цифру сейчас не помню это новое по 2 винодельно под анапы они тоже недалеко от гайкадзора находится вообще там примерно там в одном месте все то есть если вот знаете семигория там не бывали никогда такое там между российском анапы то вот в этих краях из крыма что вам из крыма ппп значит из крыма ну есть конечно же меганом резерв ну так уже цена тут 1250 принципе ну вот это такое уже но даже ну не на каждый день вино на ну даже не в том смысле что там вы не можете себе позволить а в том смысле что она тяжеловатое такое ну на праздник надо по чуть-чуть и пойдемте на сейчас белые посмотрим я вижу просто вы красные сегодня не хотите покупать да что-то красное пили пили надоело вот прямо вот вот у них во первых вот это еще серия классно тельняшка собирали она тоже классная на каждый день вообще нормально да и вот тельняшку тоже я кстати ее час нету последнее время ванда иванна верните тельняшку привет это я на делу привет передал так пойдемте поищем белая любит а геленджика тоже давно хозяйства она вы что там такой замок луарский стоит он прямо на берегу виноградник там обрыв моря вообще такая красотища но ну да это ну такое она больше на каждый день но там винодел француз это французская стилистика знаменитый может вы слышали франк диссенер такой винодел который на шателе гран-восток работал то есть вы такие крымские ребята понятно чисто или молдавия слушайте но это шато в артеле это хозяйство одно из премиальных в молдавии вот и читать и вы про него и снимали много это сильно хороший выбор но ну и по именно по соотношению цена качества вот это голубицкую знаете вы в крым то едите мимо там маяка проезжаете на стрелке там и наверное или заезжали там рискинг очень неплохо вообще очень неплохо там белые сорта девочка там работает винодел же не романа очень такая она работает с белыми сортами сюда очень тщательно очень корректно вы знаете я здесь ну вы знаете иногда у выстреливают инкерман неплохо ну вот эту серию я прям за 100 процентов не скажу но рисунги которые у них вообще мне довелось на не кермане пробовать 78 года рисунг вот при мне было вскрытие ну переукупорка они то есть коллекцию переукупориваю то есть старую пробку понимает что выставляют вот и мне я пробовал попробовать три рисунга 78 года один из них был вполне вообще даже ничем 2 уже вялые такие были вот поэтому инкерман работает с рисунгом там с советских времен и но те серии которые я у них люблю это эритаж вы знаете наверняка x special резерв они продаются только там фирменной розницы но это тоже если что вот можете брать пробовать но и как вы относитесь по сухому но это такая вот немецкая стилистика как полу с остаточным сахаром немножко как ура не сделали на как ур становится модным это на наш крымский сорт я понял ваш стиль вы любите более такие свежие цветочные яркие такие а как оружие для вас тяжеловат я понят тогда лучше данная бочку и тоже вам не надо сейчас я вам скажу я сам скажу ну вот всегда работает без без сбоев кубань вино премьер-блан резерва и стоит она денег честно и тут будет у вас на резервы там будет небольшая бочка тоже не ваш стиль просто я увидел зачем похвалить и тут по-моему если я не ошибаюсь шардан и рислинг шардан и рислинг ну вы знаете вот кубань вино даже в резервной серии они вот как бы на грани на грани яркости и вот этой тяжести то есть они где-то может быть золотом балансе между яркостью тяжести явно думаю что вы если попробовать вас заинтересует такие яркие прям совсем интересные вина ну вам нужно попробовать обязательно шум ринку которая вам там показывался мясом вот он вот он есть я вам очень рекомендую здесь что будет вот смотрите вы сюда же с этой бутылкой уйти я вам даже могу ее подарить значит рислинг мальвазия пиноблан аллигаты прям все ваши фавориты еще еще все вместе поэтому вам надо как бы с этой бутылочкой вы сейчас я вам почитаю вообще купите сразу сбор винограда производит производится производился вручную в момент когда ягоды достигли зрелости понимать не то что там срывали срывали зеленую да да зрелости вкус и букет соответствует сортовом особенности винограда рисинг мальвазия пиноблан аллигаты купите пожалуйста значит выйдет ролик юрий юдич продакшн называется я достаточно известный эксперт юдич моя фамилия в ю тубе напишите в комментариях как вы но все спасибо вот но у меня есть такое ощущение что я буду продолжать здесь репортажи снимать и что наверное я сегодняшним днем не ограничусь и репортажи лайвы суббота с 12 до двух я здесь в магазине перекресток приходите буду рассказывать про вино может быть этот раз 1 пока не про все рассказал ну про вино про крепко будем вместе обсуждать общаться так что вот так ребята пока как а а и Субтитры подогнал «Симон»